Как-то ночью моя девушка решила поработать во сне. Она, постарайтесь закончить на этой неделе. Я, а? Она, постарайтесь закончить на этой неделе. Я, прости, что? Она, постарайтесь закончить на этой неделе, пожалуйста. Я, хорошо. Она, спасибо. Мой муж как-то раз сел на кровати и заявил, ты не справляешься со своими обязанностями, мне придется тебя уволить. Затем он лег обратно и снова заснул. А мой однажды вскочил с кровати, сел и заорал, че за нахуй? Затем снова лег, устроился поудобнее и больше не сказал ни слова. Как же я напугалась. Похоже, его уволили за то, что он не справлялся со своими обязанностями. Спим с парнем, я просыпаюсь от какого-то громкого шума, парень все еще в отрубе. Я, что это было? Он, либо дерево, либо волшебное моющее средство. Мистер Пропер, сидящий в шкафу, занервничал. Мой парень разбудил меня на днях, аккуратно засунув пальцы мне в рот. Я сначала просто вертела головой, пока в конце концов не сказала, эээ, хорош уже. Он проснулся и искренне расстроившись спросил, почему я его разбудила. Ему снился прекрасный сон, как он кормит оленя. Мой сосед по комнате часто разговаривал во сне. Однажды он закричал, нет Гэндальф. Мой брат частенько вставал посреди ночи и что-то болтал. Он просыпался, шел в гостиную, говорил какую-нибудь чушь нашим родителям и возвращался в постель. На самом деле, в первый раз это было довольно жутко. Он выдал что-то типа, они там в стенах, они там. У меня такая же фигня, но я обычно просыпаюсь, когда начинаю что-то говорить. Я просто в какой-то момент понимаю, что участвую в несуществующей беседе. Потом я выдаю что-то типа, ай ладно, забейте. И сваливаю, сгорая со стыда. Моя девушка рассказала мне про один случай, когда я ни с того ни с сего проснулся и сказал в полудреме следующее. А что насчет реально высокого жирафа? Я помню, как я это сказал, но не помню, с какой проблемой, как я думал, может мне помочь справиться реально высокий жираф. А разве есть вообще проблемы, в которых не сможет помочь реально высокий жираф? Жена что-то болтала, болтала, и вдруг как заорет ослиный пинок. Потом пнула меня в голень и давай угорать. Одно время жена готовилась к выпускным экзаменам. Ночью она проснулась и сказала мне, что нашла способ учиться во сне. Я спросил ее, и как же это делается? Она закрыла глаза и снова заснула. Когда я был мелким, мне было лет пять, и я почему-то спал в постели с родителями. Возможно, в ту ночь была гроза. Мама не спала, а мы с отцом уже вырубились. Внезапно у нас с отцом случился диалог. Мама в это время лежала между нами и офигевала. Папа, не бери мои игрушки, озлобленно бормочу я ему. Ладно, не буду, отвечает отец. Даже не прикасайся к ним, хорошо. Не особо насыщенный разговор, но примечательно то, что мы оба спали и при этом отвечали друг другу. Это все равно, что заставить Алису и Сири поговорить друг с другом, лоу. Как-то раз ночью моя девчонка проснулась и сказала, ты нашел свои камни? Я спросил ее, о чем она говорит. Она ответила, я не знаю, просто пытаюсь поддержать разговор. После она тут же заснула. Она не помнит этого. Мой дед очень часто разговаривал во сне, и у моей бабушки есть забавная история на эту тему. Один раз мой дед пробормотал во сне. Мне ударить этого засранца? На что бабуля ответила, ага, давай, бей. Ну дед ей вмазал.